Сегодня день в делах и в бегах. Иду забирать машину с зарядки. Мы приехали с Эваном. Я еще раз ее поставила подзарядиться, потому что вот это сейчас все на грани происходит. Потому что пока мы с Эваном были, она зарядилась ровно настолько, чтобы до дома доехать. Сейчас иду за машиной и повезу Киру и Эвана. У них сегодня вторая вакцинация от ВПЧ. Так, один ребеночек прибежал. Пойдем, малыш. Все, вообще. Эти массовые вакцинации, конечно, у них очень эффективно сделаны. И что, тем, как ты приезжаешь, тем, как уезжаешь, проходит минуты три. Вот эти цветы до сих пор живы. Не знаю, как им это удалось, как мне это удалось. Сейчас пойдем и попробуем сделать подставку из старых собачьих домиков для этих цветов. Обычно у меня вот эти цветы стоят здесь. Но сейчас я их переставила на ту сторону, потому что там в течение дня больше света. Сейчас вообще такой короткий световой день, что им прям плохо. То есть драцены, они не то чтобы сильно светолюбивые, то есть они неплохо живут и в умеренной тени, и не очень любят прямое солнце. Но сейчас настолько темно, что им даже вот здесь плохо. Я их время от времени вот сюда вот ставила на вот этот комод. И здесь им прям плохо. А вот здесь уже нормально, поближе к окну. Вот сейчас переставила вообще на другую сторону, на более солнечную. Короче, долгое вступление. Пойдемте смотреть, что можно сделать. Так, я вывезла уже на мусорозавод вот эти вставки текстильные, которые собаки полностью испортили, изгадили. Принесла остатки нашего, я не знаю, что это, паркет, не паркет, но в общем тут много всяких слоев. Тут фанера, сверху шпон, явно какой-то кусок дерева. Вот. И залакировано это все, лаком покрыто. Что я хочу сделать? Ну, я, собственно, хочу сделать столешницу. Надо будет отпилить. И еще с обратной стороны, вот с этой вот, надо будет какие-то брусочки приклеить, чтобы она не спадала, не уезжала. То есть я не планирую делать какие-то мощные крепления, приваривать, что-то, ничего такого. Сделаю такое, как крышка на коробку с внутренней фиксацией, а не с внешней. А еще, кстати говоря, пока я тут хожу, у нас испорченный плинтус. И, я думаю, может быть, заменить его на все-таки плинтус из плитки. Ну и все потом заделать, залить силиконом, чтобы уже точно вообще ничего никуда не попадало. И разбухало, и сама стена тоже не впитывала никакие биологические собачьи жидкости. Да, Мася? Да, Мася на самом деле тут ни при чем. Тут основной вредитель, конечно, был хайпер. Это шпиц, который у нас жил. Это шпиц, который у нас жил. К enseñ홀. К АВТОМ ИМЕРТИКНО rapid이commırал. АА.» ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААФИАarseَ20АКité- АААААААТ ААААААААААААААААААААААААААЕРТАРТА. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так я с одной стороны вот это крепление спилила И наверное попробую его засудить с другой стороны Чтобы здесь не было дырки Изначально у меня была идея делать тубочку вертикальной Вот так вот делать Но потом я обнаружила, что если сделать горизонтальный Я от ржавчины, кстати, все сейчас обрабатываю Если делать горизонтальный, то идеально подходят по размеру Вот эти две плашечки нашего типа паркета или чего там Так что, наверное, по крайней мере, одну из них я точно сделаю такую Мне кажется, это знак Субтитры сделал DimaTorzok От ржавчины есть вот такая штука Тут у меня, кстати, вот эти всякие остатки стройматериалов Сейчас обработаю и покрашу потом из баллончика, наверное У нас тут погодка, честно говоря, заливает При этом еще молния, гром Я ж тебе хорошо Стороны, тебе хорошо? Забрала посылочку Это должны были прийти наколенники для регат Потому что я уже замучилась с разбитыми коленками Когда работаешь шкотовым матросом Прям очень надо защищать свои ноги Машина стоит в синей зоне Это значит, что надо ставить такой метку Во сколько ты приехал, чтобы тебя не оштрафовали Можно стоять два часа бесплатно А тебя оштрафуют Я покупала на Финтеде Мне прислали открыточку Что-то про тунца Вот уже она пришла Пришла она из Франции Ой Тут уже все падает Господи, надо проплесосить машину Так Это все понятно И вот сами наколенники Мне кажется, должны быть норм У меня, знаете, не самые супертоненькие ножки Здесь вот Я очень не люблю Когда какие-нибудь там чулки или что-то такое Ноги передавливают Поэтому взяла размер побольше Это мусто Ну, в общем, они Если не новые То без каких-то существенных следов использования Не потертые, ничего Немножко пыльненькие Мне кажется, оттого, что я коробку тут вскрывала зубами Я, как обычно Мне тут яиц-то хватит Так Это лишнее Надо взять, наверное Либо 48 Наверное, да, наверное 48 Так 48 яиц Это 14,40 Я кладу 15 Мне надо 60 60 60 Собралась варить борщ И поняла, что у меня есть Только замороженная куриная грудка Ну, значит, будет замороженная Субтитры создавал DimaTorzok Господи, я тут в ночи Боюсь Веган Петрушка Растет Без Всякой обработки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Маш, по какому примеру ты последний получал оценку? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня ветерочек Я занимаюсь всякими домашними делами Сейчас помыла ванну Ничего не снимала Вернее, не ванну, а душ О, пожалуйста А! Я тут дверью убить пытается Да В общем, сейчас буду заниматься Всякими этими металлическими конструкциями, которые надо привести в порядок Вот не знаю, где их обработать от ржавчины на улице или дома Потому что на таком ветру тоже неохота Вот эту я уже помыла Протерла А это пока еще совсем просто грязная и в пыли Смою все, что смывается и обработаю от ржавчины Я покрыла вторым слоем Слушай Да Сейчас не надо Заходи осторожно У меня будет Скорее всего, калитация Окей А ты можешь меня спустить Вот прям здесь, нет? Что? Можешь коробку у меня спустить? Ящик Ты видел стол какой? А? Стол видел? Нет Вот это изделие номер два Огонь же Огонь? Металл Давай, малыш Если кто помнит историю Я здесь вырезала часть силикона Который потемнел Стал черным И хочу сейчас заделать этот кусок силиконом У меня силикон вот такой Он прозрачный И санитари, в общем, подходит для влашных помещений Ух Спасибо, очень Спасибо за субтитры Алексею Игорь Негода Игорь Негода Продолжение следует...